МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Армия с древнейших времен является неотъемлемым атрибутом каждого государства. День призывника в городе. В нашем городе турнир проводится 22-й раз. Десногорск готовится к международным состязаниям. Отчетный концерт данс-клуба «Модерн». А сейчас об этих и других событиях подробнее. 19 апреля глава города Андрей Шубин совместно с группой специалистов встретился с коллективом детского сада «Чебурашка». О чём шла беседа, мы расскажем прямо сейчас. Рабочие встречи нацелены на личное знакомство коллективов и организаций с главой города, группой специалистов, которые отвечают за решение социальных вопросов и поддерживают связи с общественностью города. Они помогают в конструктивном диалоге с работниками выяснять проблемы, которые волнуют десногорцев. Глава уже провёл более 10 встреч с коллективами муниципальных организаций и пришёл к выводу, что горожан волнуют одни и те же вопросы. Они меняют только место расположения на территории. Андрей Николаевич считает, что любые проблемы нужно решать совместно, и жителям Десногорска нужно активнее участвовать в общественной жизни города. То, что касается любой инициативы на территории нашего города, и мы эту практику сейчас будем активно применять, всё должно идти непосредственно не только от власти, а инициатива должна идти от жителей. То есть жители предлагают свои идеи, власти принимают, организуют и потом принимают единственное правильное решение. Глава заверил коллектив детского сада «Чебурашка», что администрация абсолютно открыта и доступна для любого жителя города. Для этого существует много инструментов взаимодействия. Вот такие регулярные коллективные встречи, приём граждан по личным вопросам у него самого, его заместителей и специалистов администрации. Также можно с обращением прийти в общественную приёмную. В сентябре прошлого года международный пункт пропуска «Красная горка» перестал принимать иностранных граждан. А в феврале 2017 года была установлена между Россией и Республикой Беларусь приграничная зона, что очень снизило поступление инвестиций в регион. По решению этой проблемы в Смоленске прошла трёхсторонняя встреча губернатора Смоленской области Алексея Островского с государственным секретарём Союзного государства России и Республики Беларусь Григорием Рапотой и заместителем полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Николаем Овсиенко, на которой обсудили перспективы приграничной зоны с Республикой Беларусь. В Смоленск на заключительный этап Всероссийской Олимпиады по русскому языку приехало около полутысячи старшеклассников со всех регионов страны. Соревнования проходят в здании Смоленского государственного университета. Победители и призёры смогут поступить в профильные вузы без вступительных испытаний. Только одним участием в Олимпиаде визит старшеклассников в Смоленск не ограничится. Ребята познакомятся с историей культуры Смоленщины, побывают на спектаклях, концертах, лекциях, экскурсиях с посещением музеев. Церемония закрытия состоится только 23 апреля. С начала этого месяца в Смоленской области начался весенний призыв. 19 апреля у нас в городе прошла социально-патриотическая акция «День призывника». Организовали мероприятия комитет по культуре, спорту и молодёжной политике, военный комиссариат по городу Десногорску, городской центр досуга и молодёжный центр. Подробности далее. В городской центр досуга на мероприятие пришли учащиеся старших классов всех школ города, студенты, призывники. Напутственные слова будущим солдатам сказали глава города, главный комиссар и представитель от партии «Единая Россия». Хочу пожелать вам не лёгкой, а интересной службы и вернуться в родной город Десногорск возрослевшими и возмужавшими. Как всегда по традиции, в преддверии Великого Дня Победы в нашей стране стартовала народная патриотическая акция «Георгиевская ленточка». На грудь каждому призывнику воспитанники военно-патриотического клуба «Ангел» прикрепили этот символ уважения к ветеранам и гордости за Великую Победу. Этой весной нести службу в ряды вооружённых сил отправится 34 десногорца. Ребята попадут в разные части. Кто-то в сухопутные войска, кто-то на морфлот. В основном, как бы, недалёкой отправки будут. То есть, вблизи места службы попадут те ребята, у которых тяжёлое семейное положение. То есть, больные родители или те, которые имеют детей. В этот волнительный для всех призывников Десногорска день. Подарком стала подготовленная творческими коллективами городского центра «Досуга» яркая концертная программа «Мы будущие защитники Отечества». Смоляне смогут бесплатно привить своих питомцев от бешенства. Специалисты Государственной ветеринарной службы региона побывают во всех районах областного центра. Передвижные пункты будут работать в удобное для смолян время – с 17.30 до 18.30. С полным графиком вакцинации можно ознакомиться на сайте Смоленской городской администрации. Выездная бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства продлится до 21 июня. Смоленские члены Общественного совета при региональном управлении полицией проверили качество оказания госуслуг в регистрационно-экзаменационном отделении ГИБДД. Такие проверки в ходе экзаменов на водительские права по инициативе руководства областного управления МВД проводятся регулярно. Общественники остались довольны уровнем подготовки кандидатов в водители. Нарушений в работе подразделения выявлено не было. Подведены итоги работы судебных приставов по принудительному взысканию штрафов ГИБДД за первый квартал 2017 года. Несмотря на повышение штрафов за нарушение правил дорожного движения, смоляне не перестают их нарушать и платить миллионы. С начала этого года на принудительном исполнении находились более 67,5 тысяч постановлений о взыскании административных штрафов ГИБДД на общую сумму свыше 57 миллионов рублей. С начала года судебными приставами окончено фактическим исполнением свыше 21 тысячи исполнительных производств на общую сумму 16 миллионов. Десногорцы могут принять участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года». Его цель – пропаганда и повышение престижа семейных ценностей и ответственного родительства. Соревнование предполагает пять номинаций – «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России» и «Семья-хранитель традиций». Заявки на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса формируются в муниципальных районах и городских округах Смоленской области до 5 мая. Подведение итогов и вручение памятных призов состоится 25 мая. Победители автоматически станут участниками Всероссийского этапа. 22 апреля детско-юношеская спортивная школа Десногорска ждёт гостей. Здесь в 11 часов состоится открытие 22-го традиционного турнира подзюдо, посвящённого памяти Николая Савинича. До спортивного праздника остаётся совсем немного времени. Юные спортсмены упорно тренируются, чтобы выступить достойно. В качестве подчётных гостей приглашена семья Николая Владимировича и его ученики. Мастера спорта международного класса, чемпионы мира и Европы. На турнире примут участие юные спортсмены 2002-2007 годов рождения. Всего ожидается приезд более 150 участников из Москвы, Московской области, Брянской, Белгородской, Смоленской и из республики Беларусь. Школа ждёт в субботу болельщиков. Праздник спорта, как всегда, пройдёт в атмосфере дружбы, тепла и поддержки. Смоляне могут в ночное время увидеть поток лириды. Это явление достигает пика активности в конце апреля каждого года. Лириды – один из самых старых и известных метеоритных потоков. Они часто оставляют за собой пылающие хвосты пыли позади, так как проносятся через атмосферу Земли. Эти хвосты остаются заметны лишь в течение нескольких секунд. Метеоры вылетают из созвездия Лиры. Этим обусловлено название данного явления. Продлится оно до 25 апреля. 26 апреля в 11.00 на площади возле памятного знака жертвам радиационных катастроф состоится митинг, посвящённый 31-й годовщине со дня аварии на Чернобыльской атомной станции. Вечером 18 апреля зрительный зал городского центра «Досуга» был переполнен. Здесь собрались поклонники творчества образцового хореографического коллектива «Данс-клуб Модерн». В этот день состоялся их отчётный концерт. Подробности в нашем следующем сюжете. В этот вечер зрители стали свидетелями интереснейших историй, которые рассказали девчонки русские. Именно так назывался концерт. Рассказы звучали на языке танца, в котором каждое движение является словом. Рассказы звучали на языке «Досуга» В этом году заканчивает школу и покидает творческий коллектив выпускница Анастасия Герда. Руководитель «Модерна» Светлана Корнеевская выступила с напутственным словом, а администрация ГЦД вручила благодарственное письмо. На концерте присутствовали и гости из Смоленска, экспертная комиссия, которая в очередной раз подтвердила, что коллектив «Данс-клуб Модерн» является образцовым. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disnadefistv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания.